попробуйте так сейчас попробуем почему она у вас не видно то я вас хорошо вижу двоих двоих вот на эту нажать да вот где камера да ну ладно ладно машите все ничего не получается я так вам скажу вот я себя вижу опять совсем не видишь я вас не вижу совсем себя вижу вас нет опять что-то там у вас делать у меня тут нормально все когда ко мне люди выходят они совершенно нормально видят мы друг друга как будто рядом сидим сменить не пойму чё это у меня планшет такой игнатий тихонов слушайте сюда значит вы смотрели что у нас здесь происходит на украине я только сейчас считал что там было как голосуют как убивают там милиционера этого повесили полковника он отдал приказ стрелять по своим да я все время регулярно смотрю ну я вот молюсь за вас и сейчас я вас вам скажу немножечко что вот какое меня как бы видение вот дело в том что у нас вот говорят проголосовали уже в 12 часов будет но сейчас у нас без пол одиннадцатого у вас пол второго так вот в 12 часов 2 у нас пол третьего а у вас уже пол третьего ну вот а у нас пол одиннадцатого в 12 часов у нас донецке на площади будут принимать вот ну окончательные итоги сказали что значит больше 80 около 90 процентов проголосовали за как она называется новороссия или как то там называется будет республика вот смысл в том что сейчас у нас очень-очень не знаю какие будут буквально вот к вечеру обстоятельства но там стягивают опять войска может быть и какая-то перестрелка опять будет я по поводу вашей поездки вы пока не езжайте через украину смысл в том что я вам сейчас скажу помните вы как-то видео выкладывали говорили сергея что я молюсь господу если господь ну будь не угодно наша поездка пусть он поставит эльбрус на пути помните ну вот а я ж молюсь за этот эльбрус эльбрус это война в украине поэтому дорога на через украину вы даже не думайте ехать потому что даже если вы донецкую республику проедете то дальше у вас просто у вас просто поубивает и все отнимут машину выкинут ваши книги вот почему я это говорю знаете почему я посмотрела в интернете что такое гора эльбрус какая у нее высота и вот слушайте сюда какой интересный мне просто может господь на сердце положил а может мое любопытство я не знаю вот на восточной стороне восто с востока это гора пять пять тысяч шестьсот двадцать один метр а западная часть горы высота эльбруса пять тысяч шестьсот сорок два метра вот у вас запада будет еще тяжелее вы будете ехать вы вы не просто ее не сможете перейти эту границу потому что вот если прибавить 21 то будет пять тысяч шестьсот сорок два на западе больше будет высота вы просто это если с духовной стороны посмотреть но я так я так всегда смотрю когда у меня какие-то проблемы я ко всему так присматриваюсь где кто мне что скажет мне просто интересно я все это суммирую и получается ответ вот запада еще больше у вас будут осложнений потому что там гора еще выше я не знаю как вы на это смотрят я так да значит слава богу еще я вот хожу еще и у меня значит постоянно у меня слова такие я не знаю как у вас но если вот вы помните ремия 6 16 сейчас вот я очки одену дожди я по нему обратился а я не знаю вот мне недавно буквально четыре дня тому назад так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где путь добрый и идите под нему и найдете покой душам вашим но они сказали не пойдем вот вы сказали мы так не пойдем мы только через украину как короче так нам лучше а скупой платит дважды вот это мое видение поэтому я говорю лучше езжайте чуть побольше путь но вы будете в целости сохранности и выполните ту миссию которую вам господь доверил вот то что я вам хотела сказать вот какое я сейчас вам скажу мне и батюшки звонят с разных сторон люди разные друг друга они не знают и все говорят вот как вы говорите нашел один человек из донецка и он решил ходатайствовать перед дорожной службой украина чтобы дали нам разрешение сопроводительную машину чтобы нам проехать но ничего не у него получилось можно было выйти на президента который временно исполняет обязанности украины тученина в александр но мне сказали это тоже ничего не даст он даст сопроводительный дойдет до там где баррикады и сметут вас вместе с тучениновым дальше внезапно сообщили мне из англии великобритания оказывается я не знал это у украины нет договора по ветеринарной службе и горит если вы пойдете через украину а вам собачьем паспорте там поставят печать то вас в великобританию не пустят все сходится к тому что нас не пускают от нас это не зависит отовсюду звонит ни под каким видом не ездите люди молятся и ответ у всех один не ездить но все которые люди живут близко там с юга с россии я сказал вы съездите на там везде все разузнаете может быть как то где то везде ответ отрицательный поэтому у нас загвоздка вот чем согласно визы которые нам уже открыли мы в шенгенскую зону и можем зайти только четвертого числа в двадцать четыре ноль ноль то есть пятого так вот если бы польша не была шенгенской зоны в общем то так бы нормально 2000 километров нам лишних проехать надо но польша входят шенгенскую зону а мы должны были 5 числа войти в грецию мы теряем почти два дня хотя у нас уплотненность просто страшно какая плотно попройти надо но сделать пока ничего нельзя мы заходим в польшу и вниз опускаемся первое же государство которое не в шенгенской зоне мы опять телепаемся вниз и это румыния болгария не в шенгенской и мы к своей греции подойдем на два дня позже вот нас что беспокоит но делать выхода просто нет никакого никакого потому что это военное действие они стреляют они взрывают они там друг друга и мы это все приняли поблагодарили бога господь что-то усматривает какие-то встречи здесь будут там где мы не хотели быть может быть вы видели у нас какой день деревни отмечали мы да да видели было шесть священников из московской патриархии дьякон а как за столом там были ты видела да вот посмотри я священником когда собрание это было я им сказал сколько-то они не возражают я им сказал что надо трудиться и трудиться не ждать что храм будет не будет они вот как ты есть и немедленно сегодня приступай к делу и бог помощь ну сейчас мы с машиной тут сегодня вот по моторной части в сервисы были она все нормально но на всякий случай сказали профилактику пройти посмотреть ну вы Игнатий Тихонович вы там все-таки сиденье вот это сделайте как вот николай этот который у вас водитель все-таки он же немножечко как болеет у него с позвоночником что-то там проблемы пусть он там заменит это сиденье потому что дорога у вас будет долгая Елена он сам себе сделает сказал я ему не буду делать я сам знаю как мне надо мне это достаточно это вопросов никаких нету все благополучно съездили по теряевку вчера мы вернулись ну все все хорошо и гостей встретили батюшка и угостил и проводил и ну сама ты видела как в храме было спокойно и у нас тишина а ребята тут я выстоял ролики приехали в лагере поработали немножко ну и вернулись пока я сейчас только что вернулся с одного предприятия мукомольное я каждый год отношу им прошение они помогают мукой а мы сами стряпаем и сразу поехал в редакцию в редакцию поехал а там главный редактор другой совсем какой-то не русский ну я дождался там совещание было я говорю мне надо только 20 секунд передать ему а получилось что просидели полчаса он новый его все заинтересовало я ему подробно все описал о нашей деятельности и куда едем у него вопросы пошли видишь как господь устраивает ну да позвонил один диакон из центра россии а диакон такой смелый он был в афгане вояка и там у него отец у него благочинный красноярского края был он сейчас химонах какой-то вот и у него там получилась какая-то южная болезнь его на руках вынесли из вагона отсюда но молились он при храме был диакон стал диаконом и у него болезнь это исчезла он очень смелый такой он батюшке отцу айтиму позвонил и сказал что ни в каком случае гнать и не ездил он нам еще нужен ну да вот такое дело но я говорю еще глухой что ли я слышу мы доходим у нас уже все ставка дана мы долго ждали когда придет ответ все нам приготовили после завтра мы грузим товар то есть книги и отправляем ответ приходит и мы сразу на 27 мы уже уходим уже как думали на юг нас ждет там этот сергея болящий ничего этого не будет только после возвращения иначе мы вообще не успеваем нигде а если приедем пораньше а тут мы дня три покрутимся по этой области поработаем ну и слава богу теперь молитесь о нашей республике которая будет потому что мы в россию не будем вступать с украиной тоже я не знаю как а будем сами может быть таможенный союз как-то вступят там они не вот будьте своя своя мы об Украине молимся каждый день так и говорим господи устрани мятеж в Украине дай им мир любовь твою святую уже люди уже люди устали вы знаете я вот когда смотрела фильмы разные там где-то там за сирии я уже вам говорил за иран там за чечню и вот допустим в грузии тоже абхазии была я думала что ой ну как это люди вот это все переживают да их бомбят да убивают и вдруг прошло там двадцать сколько лет вот смотрите я живу в таких обстоятельствах вот буквально тут мариуполь от нас сто километров вот вчера в курахово вроде как перестрелка была она от нас вообще 15 километров но наш городок бог милует как-то может быть какой-то праведник есть он молится вот батюшка благословил вот этот референдум чтобы люди шли вот значит ну воля божия милость божия я думаю что столько людей вышло хотя вот сейчас сми украинские говорят что под улами автоматов невозможно под улами автоматов вывести столько людей чтобы люди шли и голосовали потому что уже кровь уже не нужна никому это не нужна кровь детей убивают мужей убивают но зачем это нужно я думаю что это все господь попускает чтобы мы прикладывали усилия к молитве вот господь нас испытывает через эти обстоятельства как мы будем себя вести как мы будем молиться я думаю что все молились вся вся вот наша часть донецкая все молились потому что очень страшно очень я за вас переживал потому что ну не нужна эта поездка вот именно потому что если вас здесь пропустят допустим вот до 25 числа это самое что-то будет пропустят дальше вы просто не поедете дальше донецкой области вас не пустят по любому поэтому берегите себя собаку свою берегите которая будет охранять а как другие то которые ехали то что они вообще никого не пускают просто для интереса никого не пускают потому что если вы смотрели таможенный пункт я забыла как называется вот под луганском где вы по моему проезжали я забыл как он называется вот его сожгли его просто сожгли кинули зажигательную смесь вот дня два тому назад по моему 9 или 10 мая его сожгли полностью а я еще так включил телевизор думаю это наверное таможенный пункт где вот наверное ну вы проезжали мы проезжали в прошлом году в Украину заезжали раз пять в Украину заезжали мы ее повсюду проехали по всем концам и в Одессе и Мариуполе мы везде были весь Крым прошли так что у нас в памяти Украина осталась только на таможьях такие как говорится ну хотят что то получить а с народом это хорошо было оно везде так все хотят что то получить а вот за Одессу я не знаю что там в Одессе творится потому что как то вот по моему у них референдум референдум не был вот но там тоже там люди убивали и все такое прочее референдум только у нас в Донецкой области был Луганск, Донецк, Мариуполь вот это вот все вот как у них там я не знаю но все равно не советую конечно пусть Господь управит чтобы вы лучше дальним путем но были живы и здоровы вот это самое главное а на рожон лезть не надо Бог не искушайте Господа понапрасну не надо вот есть еще многие такие пословицы там на Бога надейся но сам не положай это тоже все таки мудрые люди придумали ну да вот так что ну все вот то что я вам хотела сказать пусть Бог вас благословляет вот наш ролик будете вытаскивать в этот на видео если получат а Володи то нету а ну и не надо главное что я с вами поговорила у меня самозапись идет но она уже такая что по сторонам то никуда только я не пойму почему меня вам не видно то то вот там вот не вижу я вот сейчас вообще изображение вот сейчас вот появилась но только я вас не вижу Я сама себя вижу Ну Маренька то хоть видела? Нет? Посмотри. Ну-ка. Не вижу. Не знаю даже, на что нажать. Вот нажимаю здесь. Ну, посмотри. Подожди. Сейчас может появиться. Ну, давайте. Вот в данный момент вы должны увидеть. Загорелось, а всё. Она у меня вырубает даже. Но сейчас всё нормально. Ну, загорелось, а у меня-то ничего не загорелось. У меня вот экран здесь в уголке. Я сама собой разговариваю. Вот, сама собой разговариваю. Чё она у меня там, не знаю. Вот сейчас нажму на какую-то эту, на это, сменить камеру, а вот сменить камеру, и все, и больше ничего не высвечивается. Это мне такой планшет подарили, самый дешевый. Ну видите, конечно, он не может тянуть. А у меня-то настоящая установка, большой процессор, как я сейчас. Ну понятно. Но дело в том, что вот у моей дочки, у нее, как он называется? Ноутбук пойдет? Ноутбук, да. Вот, она через него там все смотрит, у нее все получается. В следующий раз я, наверное, у нее ноутбук этот возьму, и через него буду с вами разговаривать. Сейчас она занимается, у нее занятия, скорые экзамены. Вот, она в техникуме химико-технологическом учится. Но я ее не пускаю уже вторую неделю, потому что, ну, мне страшно, что там она как раз мимо этой площади проезжает троллейбусом. И я за ней переживаю. Там в техникуме у них, те, которые из Донецки приезжают на занятия, там 6 человек. А остальная группа, там почти 21 человек, ну, те, которые, вот, как мы под Донецком живем, никто не ездит. Но дали разрешение, что пока оно более-менее установится тогда. Я за нее волнуюсь, потому что зачем рисковать ребенком. Вот так будем надеяться, что Господь все усмотрит. Все, что не делается. Я вот сегодня молилась, и мне нравится, знаете, вот самая лучшая молитва для меня, это молитва оптинских старцев. Она очень страшная, с одной стороны. Господи, дай мне все принять, как из Твоей руки, все, что готовит мне сегодняшний день. Вот такое, знаете, вот, и когда вот вдумчиво молишься, действительно, что дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне на наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час, на всякий, на всякий день, на всякий час во всем настафе поддержи меня. Это такая молитва, чудная просто. И я когда молюсь, я думаю, Господи, вот у меня внутренний такой вот, ну, как бы голос мне говорит. И страшно вроде бы. Откуда я знаю, что вот я утром молюсь этой молитвой? Что мне приготовит день наступающий? И мне же нужно это принять. Я же молюсь. И вот сейчас вот она идет война, и я так молюсь. И думаю, Господи, ну не попусти, чтобы мои дети погибли. Дети чьих-то родителей погибли. Попали в какую-то катавасию. Вот эта молитва мне вот сейчас до души. Она и вроде укрепляет, и в то же время как-то, может быть, веру умножает, потому что деваться некуда. Надеяться, кроме как на Господа, в таких экстремальных условиях, ну, просто не на кого. Ну, и на молитвы еще кто молится, конечно, слава Богу. Ну, все, я все сказала, Игнатий Тихонович. Все, ладно тогда отходи давай, выключаешь. Пусть Господь вас благословит. Благодарю за любовь, Елена, за любовь, за заботу. Ты мужа хранишь, чтобы он куда попал, а не лез туда. Мужуков и рощи стреляют. Пусть в следующий раз из дома не выходит. Нет, он будет выходить. Он сказал, я медик, он же у меня медик. Поэтому, говорит, если вдруг что-то случится, я должен исполнять то, что я отдал клятву Гиппократа. Ну, пускай на руках кресты какие-то повесят, на лбу, на спине, везде, что было у него. Кресты были красные. Шея ему и пришей. Да все будет хорошо, все будет хорошо. А сделай такой белый круг, а на белом круге, большой, прям всю спину, красный, и пришей. Что это медицинский работник. Да вы не думайте, что у нас тут везде окопы. У нас тормозит все. Я почему-то каждый день о нем думаю. Каждый день вот. Забочусь о нем. И думаю, ой-ой-ой, как он. Ну, все сборно тогда. Дело в том, что он отчаянный, он никогда в стране стоять не будет. Ну, такой у меня вот муж. Шахтер. Шахтер, можно сказать, уже на пенсии, на шахтерской. Работал подземным всю жизнь фельдшером. Это герои веры, шахтеры. Это герои. Ну, да, да. Спасал шахтеров и все перевязки, все, что он умеет делать, конечно, он медбрат. Уголь, когда в печку засыпаю, каждый раз молюсь за шахтеров, господи, я стою светло, дышу, а они сотни метров под землей, такие все выходят черные, ой-ой-ой, какие мы дожди перед ними. Там не 40 метров, вот он работает, там почти 2000 метров под землей, это самая глубокая лава. Вот у них там, поэтому не дай бог, конечно. Ну, все, Игнатий Тихонович, давайте с богом оставайтесь. Америка-то хвалится, что она везде мутит. А у ней сейчас такое дело, мне прислали ролик, пробуждается один вулкан. Самый большой в мире вулкан. Это примерно 20 Вашингтонов вместе с окрестностями. И вот он сейчас показывает на дорогах, оттуда несутся вскачь бизоны, стадо, по одному, по два, как бы чувствуют опасность и убегают. Тут перед цунами так же бежала скотина, а люди не знали, что это. И 300 тысяч погибло. Если это у них там, а под ним, говорит, где-то Останкинских башней 15, такой глубины лава. Это сметет десятую часть Америки. А пророчества же были очень много за Америку, поэтому все зло, которое она делает, она этим злом и покроется. Она сама себе это готовит, везде вмешивается, везде стреляет. Ну мы и за нее молимся, у нас там люди наши есть. Я сам там... Ну конечно есть, да. Ну с Богом тогда. Давайте с Богом. По тихому. Ангелы-хранители, может быть и... Ну как, увидимся только, когда Вы приедете, но я буду смотреть на педаль. Двадцать седьмого выезжаем-то, двадцать пятого... Ну я поняла. Там будет видно. С Богом. Ну с Богом. Бабушке Вашей привет передавайте. Надежда Васильевна. А она берегни, я ее отправил в деревню там огород садить. Да уж вы так, а Вы помогаете ей огород сажать, хоть картошку передайте. Ну как же, без этого нельзя никак. Мы туда уехали, она через две недели вернется. Посадит все. Давайте. Вот видите. Давайте, с Богом. Храни Господь. Понял. Все. Так, куда нажимать? Лауэш.